Добрый день, уважаемые телезрители и радиослушатели. Мне очень приятно сегодня, в предпраздничный день, в этой студии находиться. И самое главное, предваряя нашу программу, я хотел бы прежде всего поздравить всех представителей прекрасного пола с замечательным праздником весны и любви. И как мужчина хотел бы сказать о том, что женщина всегда является мотиватором. Все, что делает мужчина ради того, чтобы это оценили женщины. И сражение выигрывается, и в спорте достигаются высокие успехи. Стоять на педестале почета с золотой медалью и, конечно же, оценка женской половины. Или быть успешным человеком в сфере труда. Или нести ратную службу доблестно. Это, конечно, все для вас, дорогие наши женщины. Ну и сегодня у нас в рамках нашей программы «Профессор. Доступно. Важно». Мы рассмотрим тему аспекты научно-практического и медицинского обеспечения достойной старости и активного долголетия. И у нас в гостях главный врач республиканской клинической больницы номер 3, руководитель Якутского республиканского общества геронтологов и кириатров, руководитель Якутского регионального отделения геронтологического общества Российской академии наук, старший научный сотрудник Якутского научного центра комплексных медицинских проблем, доктор медицинских наук Ольга Викторовна Татаринова. Добрый день, Ольга Викторовна. Добрый день. Поздравляю вас и в вашем лице всех женщин с этим замечательным праздником. Ну и, конечно, в рамках нашей программы мы всегда говорим о том, что профессора, доктора наук – это не какая-то отдельная каста, это те люди, которые вышли из народа. И вот первый мой вопрос – ваши пути, ваши дороги к успеху. С чего они начинались? Кто ваши наставники, учителя? Пожалуйста, начнем с этого вопроса. Ну, все мы с детства родом. Поэтому, конечно, это моя бабушка. Я вообще с детства была с независимым характером. Единственная, кто мог повлиять на меня, на мои решения, на мои шаги – это моя бабушка. Ну, потом школа с золотой медалью. Потом много мы участвовали с братом вместе в Олимпиадах. И как-то судьба туда-сюда. Вот нас вроде бы как меня особенно. То химию. Победители были там Олимпиады по химии, по литературе, по якутскому языку. И вроде бы как уже дают бесплатный билет на химический факультет Новосибирск. Ну, вот я и решаю. Нет, я все-таки хочу быть врачом. И еду в Новосибирск, поступаю в медицинский наш институт. Там был в свое время очень большой конкурс. Ни о чем никогда об этом не жалела. Потому что замечательные были учителя. Что не профессор кафедры, то большая-большая личность российского масштаба. И где-то на четвертом курсе я увлеклась наукой. Выступая на одном из докладов, небольшой чудовищный человек сидит в роли председателя. И задает мне много вопросов. Я на один, на второй, на третий. Думаю, что кто такой? Оказывается, это академик Никитин. Вот так у нас началась с ним первая встреча. И по жизни мы... Вот недавно он умер, два года назад, в возрасте 92 года. И все эти годы мы были с ним вместе. Это мой учитель, наставник, много в меня вложил. Бабушка, все, что у меня лучшее есть, как человек. Это моя бабушка. Как профессор, как научный работник, вообще как профессионал. Это, конечно же, мой академик Юрий Петрович Никитин. И с первого курса, вернее, с последнего курса у нас там была первая группа, набирались. Он подбирал себе кадры. И вот эта научная группа, она такая была больше ориентирована на оку. Мы уже там занимались своей отдельной программой. Потом уже ординатура, аспирантура, кандидатская, докторская. Такой путь. А вот тема кандидатской и докторской диссертации. Ну, это, конечно же, опять же, Юрий Петрович. Он мне посоветовал тему «Занимись долгожительными». А мне очень нравилась кардиология. Я работала в скорой помощи, в инфарктном отделении. Что там заниматься долгожительными? А я вижу, что ты с пожилыми, говорит, хорошо, общаешься. Твоя эта тема. Вот потом увидишь. И мы занялись с ним вместе, потому что больше никто эту тему не курировал. Только он. И вот мы с ним вместе писали статьи, ездили на конференции. Знакомил у меня с большими-большими людьми, учеными российского масштаба и европейского масштаба. Проводили изучение долгожительных. Вначале в Новосибирске, потом я приехала сюда. Хотя и работала еще в Новосибирске. И это все вылилось в кандидатскую работу и в монографию. Кандидатскому называлось «Долгожительство в Сибири и на Дальнем Востоке». И клинические, биохимические, ну и разные аспекты. Мы занимались сначала демографией. Кстати, это очень интересно. Почему? Потому что часто я сейчас даже в Якутию до сих пор слышу, что Якутия – очаг долгожительства. Уважаемые мои слушатели. К сожалению, давно нет. И в моей работе это как раз было показано. Много было расчетов математических. Мы использовали потенциал Института математики в Академгородке Новосибирска, чтобы рассчитать и доказать. Раньше же считалось как очаги долгожительства в Якутии, на Северном Кавказе, на Алтае. Да, это все было. Но после 1989 года, а конкретно с 2002 года, у нас уровень долгожительства стал снижаться. И он стал ниже российского уровня. И вот эта тенденция, которая очень сильно отличалась от среднероссийских от мировых, у нас в Якутии, к сожалению, продолжается. Везде во всем мире число долгожителей растет и увеличивается. Число столетних увеличивается в геометрической прогрессии. Мы этим похвастаться в последнее время, к сожалению, не можем. И это вот такая проблема, на которую нужно обращать внимание. Потому что это отражает как раз демографические процессы в нашем обществе. Раз. Во-вторых, качество статистики – два. Ну и качество переписи тоже три. И вот эта работа, она была достаточно такая активная и хорошая. Мы показывали не только демографию, мы рассказывали о здоровье пожилых. Я очень долгое время, до 2012 года, держала рекорд по защите диссертации по длительности и по числу вопросов на защите. Уже не помню, там у меня под 60 вопросов, по-моему, было на защите. Почему? Потому что наша тема отличалась вообще в корне от того, что было раньше принято. Как считали раньше? Долгожители – это здоровый образ жизни, абсолютно никаких болезней. Все же себя вели правильно. У меня долгожители были. Пили, курили, болели, были не такими худыми. В общем, достаточно много таких было постулатов в моей диссертации, которые отличались от общепринятых. Конечно, было много вопросов. И после этого вот такая была обязанность написать диссертацию. Ну и во что она и вылилась. А докторская, она, к сожалению, писалась очень долго, потому что я совмещала уже со своей работой здесь уже, когда приехала в город Якутск. Она до сих пор пока еще единственная. Я пытаюсь ее сейчас повторить совместно с большим федеральным геронтологическим центром. Рассказывала она о том, как проживают наши пожилые 60 лет и старше, от чего они умирают, какие факторы риска у наших пожилых, какие все-таки защитные факторы, какие средние показатели у пожилых. И опять же, эта работа очень сильно отличалась. Почему опять же? Потому что говорилось о том, что да, может быть, сахар и должен быть в переделах пяти, например, но по моим долгожителям давление должно быть чуть больше, вес должен быть чуть дольше, больше, холестерин должен быть чуть выше. Ну и тогда ты проживешь дольше в наших северных условиях, да. И очень сильно, опять же, была у нас математика, опять же, с института математики мы отрабатывали, потому что сложный статистический анализ. Нужно было отследить наших пожилых от 60, от 80. На протяжении почти 8 лет мы наблюдали. Это тоже вылилось в такую интересную докторскую работу. Да, замечательно. Ну, я думаю, что круг ваших научных интересов, он очень актуален, потому что каждый человек хочет прожить долго, счастливо и успешно. И вот мы должны разрушать разного рода стереотипы, когда люди говорят, ну, я вот на пенсии, я вот в своей жизни все сделал, сейчас могу отдохнуть, полностью отдаться своим внукам, воспитанию их и так далее. Но я думаю, чтобы люди прожили долго, они, наверное, чем-то должны заниматься. У них должен быть какой-то интерес, который будет определенной мотивацией для долгожительства. Или я в чем-то не прав. Ну, когда мы говорим о пожилом возрасте, мы почему-то сразу говорим только о пожилом возрасте. Когда мы говорим о долголетии, мы тоже говорим только о долголетних. А это же целая программа жизни, и она начинается с детства, с первых лет жизни, на протяжении среднего своего периода. И это очень влияет на то, как ты проживаешь уже потом в старости. Поэтому сейчас у нас говорят о парадигме здорового старения. В чем смысл его? О том, что ты на протяжении всей жизни, начиная с подросткового периода, создаешь базис здоровых привычек. Ты правильно питаешься, ты занимаешься не обязательно там спортом, но регулярными физическими нагрузками. Ты сохраняешь свое психическое, ментальное здоровье. Это как минимум несколько показателей. Ты понимаешь, что у тебя там впереди о старости. Ты не боишься этой старости, а ты к ней целенаправленно, планомерно готовишься. Ты понимаешь, что даже когда ты уйдешь на пенсию, ты можешь освоить вторую профессию, ты можешь освоить новые какие-то привычки. И пусть даже и в корне отличающиеся от того, чем ты занимался всю жизнь. Фактически это целая программа жизни по активному долголечию. И она включает много компонентов. Кстати, заниматься снуками, вы знаете, какая-то тяжелая работа. Потому что это, опять же, эмоциональная устойчивость, стрессоустойчивость. Нужно много терпения снуками. Это должно быть физическое хорошее здоровье. Это должно быть ментальное здоровье, потому что ты занимаешься с ними, ты вынужден тоже изучать что-то новое, разнообразные науки. И это все тоже как фактически профилактика многих болезней в позднем периоде. То есть можем ли мы говорить о необходимости определенной профориентационной работы для людей, которые переходят, как вы сказали, в другой этап жизни, чтобы они не ошиблись, и чтобы они занимались тем, чем необходимо заниматься, чтобы они были активны, а не были какой-то нагрузкой для семьи. Это же большая ответственность. Если ты не здоров, болеешь, ты же нагружаешь близких. И вот, понимая всю меру этой ответственности, человек должен и дальше работать над собой, над своим здоровьем. Ну, человек должен до конца своих дней над собой работать. Да. Нет предела совершенства, причем во всем. Что касается профориентации, да. То есть мы говорим о том, что геронтологи, мы вообще широко смотрим на жизнь, философски смотрим на жизнь, что можно ее поменять в любом возрасте и в 90 лет, чтобы дожить до 100 лет, если ты себе такую цель ставишь. Да, ты должен хорошо понимать себя, ты должен понимать, где твои сильные и слабые стороны. Как геронтолог с медицинской точки зрения, я здесь говорю не о социальной роли сейчас, а хотела бы сосредоточиться именно на этом аспекте. Если ты хочешь там заниматься, вот я хочу танцевать, или я хочу активно заниматься спортом, тогда ты уже должен понимать, какой вид спорта. Например, извините, уже кататься с гор вряд ли тебе, наверное, стоит, потому что это риск падения, это риск переломов. Заниматься танцами тоже не всеми, потому что в зависимости от того, какое у тебя состояние костно-мышечной системы. И здесь во многом может, конечно, помочь врач. Сейчас мы очень много говорим о предиктивной медицине. И вы знаете, кто ей начинал заниматься? Геронтологи. Потому что они, опять же, смотрят жизнь не в последний период. Они смотрят её на протяжении всей жизни. Почему человек дожил до 90 лет? Почему некоторые доживают до 100 лет, а их там 0,3 всего процента? Что это за люди? От чего это? Что они такого в жизни сделали, что вот они смогли дожить? И всё больше и больше мы уже слышим о предиктивной медицине, о том, что нужно знать свои генетические особенности. Надо знать, к чему ты предрасположен, какие у тебя предрасположенности к еде, какие у тебя предрасположенности к физическим нагрузкам, какие лекарства ты переносишь, не переносишь. Вот это уже должно становиться как обыденность и необходимость для каждого гражданина с детства. Если, например, родители, то они уже должны позаботиться о своих детях. Если ты уже в таком трудоспособном возрасте, и нет ничего сложного, сделать свой генетический паспорт и понимать, где ты, в чём ты, к сожалению, более уязвим, а где ты более силён, и уже под это подстраиваться. И опять же, много психологических тоже тестов существует для того, чтобы понимать, сможешь ли ты дальше профориентационно изменить свой стиль жизни. Да. Не просто я хочу, но всё-таки надо учитывать своё состояние, требования со стороны семьи, со стороны окружающих. Всё это совокупность. Да, и выруливать из этой ситуации непросто, да? Вот у вас общество геронтологов. Чем занимается вот это общество? И второе то, что вы возглавляете региональное отделение при Российской Академии Наук. Кстати, совсем недавно мы отмечали 300-летие Российской Академии Наук. Я вас тоже поздравляю как представителя академической науки. Вот на мой вопрос, как вы ответите относительно вот этих ваших общественных нагрузок? Ну вот, это, кстати, может быть, даже не общественное становится моё, наверное, хобби, но смыслом жизни. Вообще, конечно, вот слушая вас, я понимаю, что мы немножко вот здесь недорабатываем. То есть занимаемся своей работой, ежедневным трудом, но нужно очень много рассказывать действительно, что это такое, чем ты занимаешься, что это за структуры, больницы, там общество. Геронтологическое общество, оно начиналось в 1994 году. Я участвовала, кстати, в его образовании вместе с своим академиком Никетином. Мы поехали в Санкт-Петербург. Было там очень много ведущих геронтологов с Украины, с Кавказа, с Италии, с Чехии. Ну, в общем, вот такой вот коммунистический мир. Представители все были, учёные видны. Мы решили не организовать это геронтологическое общество при Академии наук. Основная его была задача развивать науку о старении и об антистарении. Там были целые направления. Вот мы с Юрием Петровичем и меня развивали как этногеронтолога. То есть геронтолог, который изучает этнические особенности долгожительства, старения. Вот здесь вот я в этом сильна и могу рассказать много чего. Были там генетические направления, генетическое исследование. Кто-то занимался биохимией. В общем, разные направления, разные секции были организованы. И стал вопрос о том, что нужно организовать отделение. В Якутии его не было. Оно организовалось, когда я уже приехала в Якутию. Мы организовали его в 2003 году как якутское отделение. А попозже мы все-таки стали уже более самостоятельные, потому что там наука. А нам нужно заниматься еще общественной работой, заниматься пропагандой тех технологий здоровья, по сохранению здоровья, по активному долголечию. Поэтому мы в 2008 году, честно говоря, сейчас уже не помню, создали свое якутское республиканское общество. Мы его зарегистрировали. И сейчас активно им участвуем. Знаете, в каких направлениях? Гранты и обучение. Гранты. Мы недавно выиграли фонд президентских грантов. Называется программа «Нейрофит», когда мы занимаемся с пожилым населением. Профилактика и когнитивных расстройств. А тех, у кого же имеется, наша задача как можно больше сохранить на вот этом уровне, чтобы оно дальше не развивалось в деменцию. Вот такая программа, она поддержана неплохо. Мы, кстати, там нас профинансировали. Сейчас мы тоже отрабатываем другие программы, типа как «Мир пожилых». Очень много у нас задумок по этому обществу. Мы понимаем, что вот в больнице, где есть геретрический центр, там больше заниматься должны лечением. А вот такими социальными программами, приспособлением рассказывать, обучать и родственников в том числе, что нужно делать со своим пожилым родственником, с папой, с мамой, что делать, как выявлять у него первые признаки деменции, что сделать, как создавать безопасную среду в доме. Это, знаете, как сложно. Вот это призвано сейчас наше общество. И мы уже начинаем позиционировать. Мы недавно создали свой сайт на сайте «Здоровая Якутия». У нас там есть вкладка по нашему обществу. И мы сейчас будем стараться рассказывать именно об этой работе, об этой, больше направленной на население. То есть геронатологическое общество — это наука, а Якутско-республиканское общество геронатологов и гериатров, оно больше направлено на население. — Ну, я очень доволен то, что я вас пригласил. Я думаю, что сейчас люди более старшего возраста уже у телевизоров очень внимательно слушают. А вообще каковы формы работы с населением? Вы выезжаете в УЛУС или проводите какие-то дистанционные семинары? Вот какая форма? — Формы разные. Очные, конечно же, встречи с населением — это раз. В ковид у нас были, конечно же, однозначно ВКСы. Но и сейчас мы очень много используем разных форм, в том числе и семинары, и даже научные конференции именно для населения, чтобы они понимали не только общественную значимость, но и в том числе понимали, откуда науку тоже надо продвигать. — То есть они тоже являются участниками этой дискуссии, сами выступают за кланзами. Может быть, какие-то примеры привести, да, свои успешного долголетия. Но я думаю, что это очень важно, то, что вы проводите вот такую большую работу. Она, безусловно, очень полезная. Я надеюсь, что мы после перерыва еще продолжим наш разговор. Он очень интересный. Прошу телезрителей, радиослушателей быть вместе с нами. Во второй части мы расскажем больше. Дорогие телезрители и радиослушатели, мы продолжаем нашу передачу в рамках программы «Профессор доступно о важном». В студии автор и ведущий этой программы Александр Ким Кимен, профессор юридического факультета Северо-Восточного федерального университета, доктор юридических наук, профессор. Ну, я хочу отметить, что у нас поддерживают наши режиссеры. Это Мария Сунхалырова и Николай Слепцов-Айдын. Большое им спасибо. Ну, и мы продолжаем нашу беседу с доктором медицинских наук Татариновой Ольгой Викторовной. Вот, давайте продолжим наш разговор. Вот, относительно долгожительства в Якутии. Вот, какие аспекты вы могли бы подчеркнуть? Ну, я уже начала говорить о том, что у нас, у меня, например, и у нашей команды точка зрения немножко отличается от расхожей среди нашего населения точки зрения, что мы очаг долгожительства. И мы пребываем вот в такой эйфории, ну, до сих пор. Обманчивой. Да. Очень много сейчас мнимого долгожительства, особенно среди столетних. И это не только в Якутии. Это, в принципе, факт есть такой и в России, и за рубежом. Но где-то он больше, где-то он меньше выражен. И у нас то же самое. Я уже говорила о том, что, к сожалению, мы отличаемся не в лучшую сторону от среднероссийских и мировых тенденций. Потому что растет численность 90-летних, растет численность 100-летних, причем растет численность 100-летних скорость самой высокой среди старшей возрастной группы, начиная от 80 лет. А у нас, к сожалению, нет. Мы, по сравнению, например, за 120 лет численность 100-летних уменьшилась в несколько раз. Мы никак не можем превысить численность долгожителей 90-летних, опять же, по сравнению, чем 120 лет. О чем это говорит? Нам надо, значит, задуматься, что за программы мы делаем, как мы занимаемся, ли мы на самом деле реально здоровьем наших старших возрастных групп. При этом Якутия отличается примерами супердолгожительства. В 2007 году у нас был самый старый человек на планете. Мы уже собирали даже данные, чтобы зафиксировать ее в книге Гиннеса, но так вот обидно она ушла из жизни, поехала в тундру и умерла от пневмонии. Это Семенникова, Дарья, которая, Константиновна, всю жизнь прожила в Аннабарской тундре и дожила до 117 лет. Причем факт ее рождения зарегистрирован в Спасской Булунской церкви. Там есть запись о том, что она родилась. Для чего это очень важно? Есть такое понятие возрастное кокетство. Оно развито, например, на Кавказе, где не приписывают себе 20 даже лет. На самом деле в десятки раз это уже учеными доказано еще в мои годы, в 90-е годы, что число долгожителей на самом деле реально меньше и 90-летних, и особенно 100-летних. И когда здесь я тоже приезжала экспедицию в начале 90-х годах, потом здесь позже, мы тоже проводили возрастную, называется идентификация, верификация по-разному. И, конечно же, тоже у нас были такие случаи, особенно по 100-летним, когда завышался возраст. Минимум на 5 лет, на 7 лет, на 13 даже лет. Например, пишут по данным переписи 114-122 долгожителя 100-летних, а реальных 12-13. Много могу говорить на эту тему, мне кажется, это отдельно нужно рассказывать, потому что это особенности демографии и статистического учета. Ну и, естественно, возрастное кокетство. А какую работу нужно проводить в обществе, чтобы было такое достойное отношение к людям старшего возраста? Вот в свое время, я вот в советский период, у нас все-таки были такие походы по местам боевой, революционной, трудовой славы, вот герои социалистического труда, герои Советского Союза и так далее. На мой взгляд, в тот период времени отношение к старшим было такое более уважительное. А сейчас вот мы видим иногда некий эгоизм со стороны молодого, среднего поколения, что им хочется вот пожить, пожить для себя, для кайфа и так далее. А все-таки, на мой взгляд, должна быть ответственность между поколениями. Никто же не приходит в этот мир навечно, никто не остается все время молодым, юным. Возраст все равно придет для каждого. Тем не менее, вот как вы говорите, у нас есть пробелы. И здесь, наверное, нужна какая-то комплексная работа. И со стороны органов государственной власти, местного самоуправления, со стороны общественных организаций, для того, чтобы поднимать уровень интереса у старшего поколения к жизни. Может быть, какие-то фестивали, отдельные соревнования и так далее, чтобы они могли, так сказать, потусоваться, почувствовать драйв и продолжать жить активно. Вот ваше мнение какое? Вы все правильно говорите. Все это вместе, как культура старости. Она касается всех поколений. Культура старости, то есть дети, внуки должны относиться с уважением к своим бабушкам и дедушкам. Люди среднего возраста, те, кто работают, они не должны бояться старости, а, как я уже говорила, цельноправленно, планомерно готовиться к ней и морально, экономически, и физически. Ну и, конечно же, пожилые должны проводить все усилия, выполнять все, что нужно для того, чтобы остаться активным членом в обществе. Несмотря на то, что, может быть, он болеет, может, он даже маломобильный, может, он даже не выходить из квартиры, но, тем не менее, он должен себя чувствовать активным человеком в социуме. И здесь большую роль играет семья. Недавно у нас был круглый стол, который проводил Федот Семенович Тумусов. И я считаю, что для нас, геронтологов, важно воспитание культуры старости, это как раз во многом решает семья. Межпоколенческие связи, где сохранение традиций, здоровых привычек из поколения в поколение, от стариков к детям, где каждый выполняет свою роль и свою обязанность, и ответственен. Молодые перед старыми, старые перед молодыми. Если это все закладывается с семьи, я думаю, что как раз мы и будем достигать вот этих своих больших-больших задач, дожить до 80 лет, дожить до 100 лет. А потом уже, конечно, и фестивали, и муниципалитеты, и Минздрав. Ведь, знаете же, формула Лисицына есть такая, да? Она знаменитая. Из чего складывается продолжительность жизни, здоровья. Раньше, так говорилось, сейчас немножко поменялось, что 50% — это образ жизни, 10% — это здравоохранение, 15% — генетика и 15% — окружающая среда. Сейчас, конечно, все поменялось. 30% стало здравоохранение. И мы сами видим, как здравоохранение влияет на продолжительность жизни. Те, кто раньше умирали, не доживали даже в течение года, они могут жить 20-30 лет. Те же болезни с Геймером, она может жить 25 лет, ну и так дальше. И окружающая среда тоже влияет. И генетика уже меньше влияет, чем раньше. Поэтому это такая большая совокупность факторов. Медицина, общественность, экология — все вместе. — Ольга Викторовна, вот хотел бы задать вопрос относительно национального проекта «Демография», где есть федеральный проект «Старшее поколение». В чем заключается суть этой программы? — Когда только утвердили, рассказали об этом проекте, мы были очень рады, потому что много говорим о старшем поколении, а реально таких вот практических мероприятий вот посмотреть, если не очень много. Чем хорош этот проект? В нем есть несколько направлений. Первое — это вот со стороны социалки там переформатируются и строятся современные, вот просто какое-то космического, наверное, комфорта дома для престарелых. И у нас в республике тоже есть. В Нюрбинском, Аллёкменском, недавно в Намском открыли район, в Вилюйском, вернее. Вот кто там рядом живет, сходите и посмотрите, как должны жить наши пожилые. Это одно направление. Второе очень важно — это развитие гериатрии, то, чем мы занимаемся. Мы очень много говорим, что такое геронтология, гериатрия, мало кто знает. Гериатрия — это медицинская специальность, которая занимается лечением пожилых. И вот наша задача, в частности моя, как главного гериатра в нашей республике, создать, сформулировать настоящую службу. Она должна состоять из трех уровней. Первый — это гериатрические кабинеты в поликлиниках. К сожалению, по нормативу там должно быть немного. У нас, например, шесть. Работает, конечно, девять. Должны быть на втором уровне койки, вплоть до того, что паллиативные койки, койки сестринского ухода, гериатрические койки и гериатрический центр. У нас это все создано. Помимо гериатрической службы, это вакцинация пневмококом. Знаете, как она очень сильно помогла в ковид? Вот те, кто провакцинировался пневмококом инфекцией, даже если они болели ковидом, у них летальность намного ниже. И это, опять же, тоже доказано. И сейчас очень важные два направления, которые мы стараемся много рассказывать, это работа, комплекс мер по профилактике деменций и по профилактике переломов и падений. Вы когда-нибудь слышали про проблему падения? Кто-нибудь говорил об этом? А вы знаете, какие за эти проблемы, вот слово падение, знаете, какие цифры стоят? А переломов в два раза больше, тяжелых переломов пожилых, чем инсультов и инфарктов. Смертность, связанная с переломами, в два раза выше, чем смертность от инсультов, от инфарктов. То есть надо бить во все колокола? Да. Да. И надо этой проблемой заниматься, причем это не только медики. Поэтому мы сейчас об этом говорим, потому что падение, это не только остеопороз, который мы должны как медики лечить, профилактировать, там с детства витамин D отслеживать на протяжении его всю жизнь, заниматься физическими нагрузками. Все это как профилактика падения, стабильность и баланса. Но здесь мы очень много говорим о безопасной терапевтической среде. Есть такое движение, ООН его прогласила, есть города целые, которые называются некомфортные для всех возрастов. Что это значит? Что оно комфортно, понятно, для малышей, но оно комфортно и для мобильных, для пожилых. Нет порогов. Любой пожилой человек может воспользоваться, у него должны быть даже скамейки, делают таким образом, чтобы они были удобны для пожилых, чтобы можно было с них вставать. Создают такие, опять же, Центр активного долголетия, как вот в Москве. Все это и называется как раз комфортная среда для... Я конкретно говорю про пожилых. Что касается дома, я на своем примере говорю, что это очень тяжело сделать. Но это мы, как молодое поколение, обязаны какие-то условия создавать для своих стариков. Если вы знаете, что у вас есть родственник пожилой, вот после 65 каждый, каждый третий падает. После 80 каждый второй падает. Из них 10% — это тяжелые переломы, которые влекут за собой смерть. Ближайший год, 6 месяцев. И падают они в основном дома, потому что многие из них после 80 уже не выходят. И падают где? В ванной комнате. Упали, ударились, все. Упали они дома. Ударились об острый угол комода. То есть нам нужно думать о мебели для пожилых, чтобы она была с острыми углами. Не было, чтобы ковров, не было, чтобы проводов. Были удобные тапочки. В ванной, чтобы было не скользко. Была возможность, они все встают по ночам. Чтобы путь ему освещал до туалета. В общем, таких очень много факторов. Это отдельная целая тема. Мы сейчас читаем лекции. Вот вы говорили, какая работа с населением. И мы даже сейчас уже стараемся переориентироваться на работу с родственниками. Потому что задача родственников – выявить наиболее ранние признаки деменции, когнитивных расстройств. Мы же не замечаем. Вот мы папа, мама видим вроде бы как каждый день. А когда они к нам поступают в гериатрический центр, и мы начинаем говорить. Вы знаете, уже у вашей мамы деменция тяжелой степени или средней степени. Как? Не может быть. Мы показываем результаты тестов. И тогда только не начинает задумываться. А, да. Она, оказывается, стала там забывать. Она изменилась характером. У нее изменились привычки. У нее появилась депрессия. Она не спит. Начинаешь, когда спрашивать, анализирует. Оказывается, да. А если мы будем об этом знать и выявлять на ранних стадиях, то и мы поможем своим родителям как можно дольше оставаться с охранными. Вот это как раз очень важная работа, в том числе и родственников. Да, это совершенно верно. Вот это все как раз федеральный проект «Старшее поколение». Да, это замечательно то, что обратили внимание. И вот государство в числе приоритетных проектов запустило такую программу. Это дорогого стоит. Вот по вашей работе как главного врача, какие новые технологии сегодня и формы медицинской помощи гражданам более старшего поколения? Что изменилось? Сейчас очень много. Но, к сожалению, они пока только в таком небольшом формате, в небольших объемах. И нужно, конечно же, их развивать. Например, можно определить своим родителям чувствительность к препаратам. Особенно это связано у якутов. Когда инсульты, нужно знать, есть ли чувствительность, например, к такому препарату, как варфарин. Как правило, она более высокая у наших родителей якутской национальности. И значит, дозу надо уменьшать в два раза. Такая возможность есть. У нас в больнице есть центр проектированной медицины, который занимается такой наукой, как фармакогенетика. Вроде бы умно как звучит, но практически очень важно. Второе важное направление – это дистанционная медицина. У нас в больнице, например, мы занимаемся совместно, во-первых, с Минтрудом категорией маломобильных. Маломобильные, за которыми ухаживают сиделки, социальные работники, они не имеют возможности выйти на улицу. Их сиделки – основные компоненты, то есть артериальное давление, какая у него там температура, сколько сердцебиения, все передают нам, врачам, через определенную информационную систему. И наш врач наблюдает там 20-30 человек, ему не надо ходить по адресам, 20-30 адресов. Он уже сразу видит у себя в информационной нашей системе и корректирует лечение. И вот такого, конечно, хотелось бы, чтобы это было как можно больше, потому что система долговременного ухода, я, кстати, забыла сказать, это тоже в федеральном проекте старшее поколение, нужно развивать дистанционную медицину. Мы сейчас максимально тоже стараемся выезжать на дом, специалисты, хирурги делают перевязки, отслеживают, вплоть до аллергологов, иммунологов, если есть такая необходимость. Но это должно быть не разово, не только у нашей поликлиники, это целая система должна быть в каждой поликлинике. Потом, конечно же, дистанционные мониторинги просто. Например, ты даже работаешь, если пенсионер, ты заносишь в мобильное приложение свои показатели здоровья, свои показатели артериального давления, и врач на расстоянии в поликлинике отслеживает твое давление, есть необходимость, он опять же так же корректирует. Давление, сахарный диабет. В нашей больнице есть кабинеты памяти, кабинет памяти, который направлен на то, чтобы выявлять, помогать родственникам, помогать пожилым, которые на ранней стадии когнитивных расстройств. С ними проводятся занятия, групповые, индивидуальные. Задача, чтобы приостановить развитие деменции. Ну вот, я хочу сказать, накануне 8 марта у нас состоялась такая интересная беседа, и хотел бы сказать о том, что день 8 марта это не только праздник весны любви, но и любви к своим матерям в любом возрасте. Что бы вы хотели пожелать в связи с этим праздником? У нас остается полминуты. Ну, конечно же, дорогие женщины, дорогие мамы, бабушки, внучки, сестры, в общем, все женщины нашей республики. Я хочу пожелать вам, конечно же, здоровья, активного долголетия, любите себя, занимайтесь собой. Ну и ничего не бойтесь. Впереди прекрасная, хорошая жизнь. И в 80 лет, и в 90, и в 100. На этой оптимистичной ноте мы завершим нашу программу. Еще раз поздравляем наших прекрасных женщин с весенним праздником. Всего вам доброго, любви близких. Редактор субтитров А.Семкин